МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Делает теплыми и уютными дома каждого из нас. Будущее нашего региона создается сегодня с Большой стройкой. Сегодня программа «Большая стройка» расскажет вам, какие новостройки появятся в Гомельском районе, где в нашем регионе построят таунхаусы и сколько они будут стоить. И, конечно же, вас ждет актуальная информация об адресном субсидировании в жилищном строительстве. Экскурсию для будущих архитекторов провели в Гомеле. На встречу пригласили студентов Белорусского государственного университета транспорта. Стоит отметить, что этот гомельский вуз славится не только своими добрыми традициями, но и выпускниками. Будущие строители посетили площадку в 19-м микрорайоне города с группой домов со встроенным детским садом. В ходе экскурсии студенты пообщались с заместителем председателя Гомельского облсполкома Владимиром Горбачевым, который и выступил инициатором встречи. По его словам, такие мероприятия как нельзя лучше способствуют усвоению теоретического материала и приближают вузовскую науку к практике. Свои вопросы будущие специалисты в сфере строительства адресовали и руководству Гомельского домостроительного комбината. Кстати, по словам генерального директора предприятия Александра Гончарова, многие выпускники Белгута начинают свою деятельность именно на гомельском ДСК. Это встреча с будущими нашими коллегами, студентами Белгута, с Белорусским государственным университетом транспорта. Мы сотрудничаем давно и плодотворно. На базе нашего завода КПДА создана кафедра. Шесть выпускников вуза трудоустроились к нам на инженерные должности. Ну и вот сегодня будущий архитектор и знакомится с новым консультуальным проектом. Здесь, как уже было сказано ранее, создана среда обитания для мини-полиса. Вы видите немножко улучшенную отделку фасадов и внутреннего интерьера вместо общего пользования. Реализацией проекта по возведению группы домов со встроенным детским садом занимается Гомельский домостроительный комбинат при поддержке городских и областных властей. На данный момент это пока единственная не только в нашем регионе, но и в целом в стране новостройка с детсадом. Но в перспективе опыт гомельских строителей планируется распространить и в других регионах Белоруссии. На сегодня это первый проект. Сегодня есть предложение, чтобы такой же дом построить в городе Бобруйске. Рассматривается вопрос о строительстве в Минске. Сам дом со встроенным детским садиком будет введен к концу года в декабре месяце. Рассматриваются варианты о строительстве таких же домов со встроенным садиком в 20-м микрорайоне, в 16-м, возможно, в 96-м. Своим мнением о новом жилом проекте, да и в целом об экскурсии, поделились студенты Белгута. Ты смотришь на план зданий, он тебя никак не поражает. Но когда ты смотришь на сам фасад зданий, и ты понимаешь, о чем идет речь, когда тебе говорили, что нельзя делать так. Мы пообщались с главным архитектором, с проектировщиками, со всеми людьми, которые делали этот комплекс. Рассмотрели множество жилых зданий, одним из которых являлся новый дом жилой, в котором на первом этаже будет расположен детский сад. Нам очень понравился этот проект, мы задавали много вопросов, на все вопросы получили ответы. Организаторы экскурсии предложили будущим архитекторам посетить еще и завод крупнопанельного домостроения ДСК, а в дальнейшем обращаться к руководству университета, предприятия или к местным властям за организацией подобных встреч. Таунхаусы – новый этап развития рынка загородной недвижимости Беларуси. Такой тип жилья, сочетающий в себе удобство квартиры и коттеджа, довольно популярен в Европе. Своё распространение он получает и в Гомельской области, и в частности в Гомельском районе. Поселок Юбилейный. Он расположен вблизи областного центра в экологически чистом месте. Вот на этой стройплощадке управление капитального строительства Гомельского района сейчас возводит таунхаус на пять квартир. По проекту здесь запланировано построить еще два таких дома. Новый современный вид строительства. По заявке опять-таки людей, которые хотят иметь немножко больше, чем квартира, и при доме имеется еще земля. То есть этот таунхаус – это обыкновенный дом от пяти квартир. Экскизы уже есть, сегодня уже коробка, возьмется, уже заканчивается. Там квартира состоит на два этажа. Выходом на амансавду это на третий этаж. Возле дома будет три сотки земли. Зелёная лужайка, там мангар. Территория дома будет ограждена. Будет видеонаблюдение дома. И опять-таки по квартире на отопление. Будет современный котел стоять. Тоже есть желающие у нас найти квартиры. Стоимость одного квадратного метра в таком доме не намного дороже, чем в обычной квартире в многоэтажке – 1043 рубля. Общая площадь квартиры в таунхаусе без учета мансарды – 138 квадратных метров. Кстати, мансарду будущие хозяева по своему желанию смогут переоборудовать в уютную жилую комнату. По словам специалистов, в Гомеле уже есть опыт строительства таунхаусов, но проект по возведению конкретно этого жилого комплекса позаимствован нашими строителями у российских коллег. УКС Гомельского района планирует ввести в эксплуатацию таунхаус в поселке Юбилейный в первом портале 2018 года. Еще одна площадка, где ведет застройку УКС Гомельского района – поселок Чонки. Он расположен в двух километрах от областного центра в живописной санаторно-курортной зоне. Это уютная и тихая зеленая территория с чистым воздухом, вблизи которой протекает река Сож. Одна, двух- и трехкомнатные квартиры здесь вам предлагают приобрести в кирпичном 30-квартирном жилом доме. Сумность квадратного метра, она как бы недорогая. Для нуждающихся 744 рубля квадратный метр, для не нуждающихся 810. Мы там же, мальчонка, в этом году уже ввели такой же дом 30-квартирный в этом микро-районе буквально в сентябре месяце. А до этого в течение года мы ввели два дома – 45-квартирный дом и 40-квартирный КПД, тоже долевые дома. То есть этот микро-район мы уже заканчиваем. На сегодняшний день у нас продано в этом доме 16 квартир с 30. Есть одно свободное, одно-двухкомнатное квартиры. Площадь однокомнатных квартир в этом доме составляет порядка 44 квадратных метров, двухкомнатных – до 60 квадратных метров. Новостройку сдадут в эксплуатацию в мае 2018 года. Дома повышенной комфортности, значит, там будет поквартирное отопление. Кстати, мы уже лет 10 применяем в ГОМИ по заявкам и нуждающихся, и граждан, которые просят, чисто поквартирное отопление. Стоит газовый котелок в доме, он в любое время года, можно включать отопление, и он же дает, двухконторный котел, он дает горячую воду круглосуточно, когда ты его включаешь. Вот так дома. Плюс отделочные материалы по заявке покупателей, мы, какие они хотят, мы применяем. То есть все для того, чтобы наши люди чувствовали в этом доме уют и тепло. Управление капитального строительства Гомельского района возведет новостройку и в центре Новобелецкого района. Многоэтажный дом будет расположен на одной из крупных магистралей города по улице Лича. Этот дом будет КПД, 11-этажный, напротив ресторана «Хрусталь», это бывший в госпитале инвалидов. Война, он сегодня находится в аварийной ситуации, дом, мы его будем сносить. Я думаю, где-то мы начнем его строить. Это дом в начале следующего года, в первом квартале. Квадратный метр приблизительно на сегодняшний день 850-870 рублей. Учитывая реалии купли-продажи квартир в Гоге-Гомеле, мы сделали мониторинг. Значит, много желающих на одну-другую квартиру, поэтому мы привязали такую планировку, вот такой дом. Возведение двух домов по указу номер 240 будет вести Управление капитального строительства Гомельского района в поселках Юбилейный и Кореневка. Раньше мы строили по госзаказу для нуждающихся людей. Сегодня уже 240-ю кассу, немножко другое там форма кредитования людей и финансирования, но это для нуждающихся людей. Значит, мы в юбилейном 40 квартир позиции 11. Будем в этом году закладывать фундаменты. Уже подрядчик определен. Это провели торги. Это выиграл Гомельский ДСК, домосредительный кабинет. На данный момент по этому дому готовится проектно-сметная документация. К строительству планируют приступить в ноябре-декабре этого года. Вести новостройку планируют в первом полугодии 2018 года. Аналогичный дом УКС Гомельского района возведет в Кореневке. Шестисеквартирная Кореневка. Дом у нас здесь тоже рядом в пределах города Гомеля. Такой же дом мы проектируем. Следующий дом мы его введем, но и следующий дом будем его строить. Это типовые проекты, которые мы подбираем для тех людей, которые у нас сегодня стоят на очереди в Гомельском районе. То есть там будет одно, двух, трехкомнатные квартиры. Актуальной информацией о строительстве жилья в Гомельской области по указу номер 240 с программой «Большая стройка» поделились специалисты Комитета по архитектуре и строительству Гомельского облсполкома. Для реализации норм указа 240 в Гомельской области предусмотрено постановление 25 кредитных ресурсов в объеме 15 миллионов 80 тысяч рублей. За эти средства будет начато строительством в 2017 году по Гомельской области 5 жилых домов. Два жилых дома, из которых это в городе Гомеле. Дополнительно Гомельской области вторым траншем выделено еще 12 миллионов 465 тысяч рублей кредитных ресурсов, из которых на строительство многоквартирных жилых домов направлено 3 миллиона рублей. На индивидуальное жилищное строительство 9 миллионов 462 тысяч рублей. За предусмотренные кредитные ресурсы в объеме 3 миллиона рублей в 2017 году будет начато строительством по Гомельской области 11 домов, из которых 9 жилых домов предусмотрено в городе Гомеле. Все субсидии и на погашение процентов, и на погашение основного долга будут выдаваться многодетным и молодым семьям, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. На погашение процентов субсидий будут выдаваться молодым семьям льготные категории, предусмотренные в указе 13. Многодетным семьям будет выдаваться субсидии как на погашение процентов, так и на погашение основного долга. Также субсидии на погашение процентов и на погашение основного долга будут выдаваться и детям-сиротам. Все новинки в сфере строительства жилья вместе с вами сегодня изучила программа «Большая стройка». На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч на стройплощадках Гомеля.